Здравствуйте и добро пожаловать на нашу программу. Приходилось ли вам когда-нибудь общаться с крайне негативными людьми, которые выражают недовольство, разочарование и которые как будто пропитаны лимонным соком? О, таких людей много. Возможно, вам самим кажется, что вы проходите период несправедливости и разочарования, а вас забывают и вам кажется, что все против вас, что весь мир не благословляет вас, а против вас, как будто вы пили из отравленного источника. Название этого источника Мерра. Я говорю Мерра, потому что Библия рассказывает о подобном переживании, которое коснулось не только одного человека, но целого народа. Речь идет об израильском народе, который только вышел из Египта. Был сверхъестественно освобожден из рук фараона, правителя Египта. Они прошли Черное море и благословляли Бога. Они были настолько счастливы, пережив это сверхъестественное освобождение. Однако они направлялись в пустыню. Важно отметить, что эта пустыня была предусмотрена Богом. Библия говорит нам нечто интересное. Жизненные пустыни и пустыни искушения всегда имеют определенную цель. Зачем нужна была эта пустыня? В пятой книге Библии Таразаконии, в восьмой главе, написано, что Бог хотел увидеть, что в глубине сердца. Давайте посмотрим несколько стихов в книге Исход, пятнадцатой главе. «И повел Моисей израилитян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра». Продолжение мы прочтем попозже. «Это пустыня, и приход народа к нечистому источнику раскрыли, что народ ропщит и бунтует. Написано, что они бунтовали против Моисея, но за Моисеем, конечно же, стоял сам Бог. Они взбунтовались, они сказали, что за несправедливость. Это невозможно. Этот Бог, который, казалось бы, благословляет нас, больше не благословляет нас. Что произошло? Почему в их сердцах зародились непонимания Божьего плана и горечь? Вода называлась Мерра. Они не могли пить эту воду, но хочу сказать, что слишком много воды пьют из источников, отравленных горечью. Библия также говорит нам, что нельзя оставлять горький корень, который появится везде, в вашем саду, то есть в вашей жизни, и также в саду вашего соседа, то есть в жизни других. Замечали ли вы, что горькие люди быстро переводят разговор на то, что их разочаровывает, раздражает и занимает их мысли ночью и днем? Вы знаете, горечь всегда где-то появляется. Даже если эти люди готовы вести позитивный разговор, они рано или поздно сойдут с пути и приведут вас к этому знаменитому источнику Мерра, к этому тухлому пруду под названием Горечь, которая лишает радости мира и мешает счастью зародиться в вашем саду. В этом саду вашей жизни появится нечистый источник, горечь. Он может возникнуть из-за семейной, супружеской или рабочей ситуации. Может быть, из-за ситуации в церкови. Что-то портит вашу жизнь на протяжении всего дня и провоцирует в вас бунт. Израильский народ остановился рядом с этим источником. Ну а мы продолжаем смотреть Слово Божие. «И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей его запил Господу. И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. У Бога есть совершенное решение проблемы, чтобы превратить горечь в питьевую воду, чтобы изменить ваш взгляд на жизнь. Ваша жизнь может действительно быть свободна от этого яда под названием горечь. Как я уже сказал, горечь всегда появляется вновь. Она портит нашу жизнь и жизнь других, и приносит с собой тяжелую и негативную атмосферу. Как нам избавиться от разочарования? Да, некоторые разочарования глубокие. Да, некоторые недовольства реальны. Некоторые обстоятельства жизни крайне тяжелые, и некоторые страдания невыносимы. Важно это понять. Но Божие решение, которое существовало тогда, когда израильский народ вышел из Египта несколько тысяч лет назад, работает и сегодня, Бог нам предлагает это же решение сегодня. А что это за решение? Рядом с этим, плохим источником, с этой нездоровой водой, было дерево. Это дерево находилось там задолго до прихода израильского народа. Бог предусмотрел дерево задолго до их прихода. Это дерево было решением, которое изменило природу воды и сделало ее сладкой и безопасной для употребления. Это дерево, конечно же, напоминает нам древо Голговского креста. Это то место, на котором Иисус отдал свою жизнь ради нас. Это дерево, на котором Сын Божий, Христос, сам Бог, испил из горького источника. Он взял на Себя все проклятия, проблемы, страдания, грехи. Он взял на Себя все земное зло. Он пил из этой горькой чаши проклятий и умер на кресте для того, чтобы мы могли пить из источника жизни, чтобы мы были свободны от всех этих несчастей, от этой горечи. Он выпил то, что мы не должны пить, то, что никто не способен выпить. Однако Он согласился отдать Свою жизнь ради этого, чтобы ты был свободен от всякой горечи. Ключ в следующем. Необходимо было, чтобы это дерево, которое находилось рядом с нечистым источником, соприкасалось с водой. Моисей должен был отсечь дерево и бросить в нечистый источник мерра, чтобы он был преображен и чтобы вода стала пригодной для употребления. Дело в том, что вы можете быть замужем, за врачом, но, тем не менее, оставаться больной по причине гордости, которая мешает вам обратиться к мужу-врачу за советом. Вы так и останетесь в проблеме. Вы можете быть замужем за механиком, но машина может так и не ездить. Необходимо, чтобы тот, кто рядом с вами и держит решение проблемы в своих руках, мог соприкасаться с вами и вашей проблемой. В вашем доме может быть мыло, но, тем не менее, вы можете быть грязными. Нужно использовать мыло, чтобы решилась эта проблема. Точно так же нужно приложить крест к этой проблеме, чтобы она была решена. Это означает, что нужно покаяться. Прежде всего, нужно распознать, то есть назвать вещи своими именами. Нужно осветить вещи, которые вновь и вновь портят нашу жизнь. Некоторые люди годами живут в горечи, потому что они думают, «Я никогда не попрошу у него прощения, он должен сделать первый шаг». Они должны извиниться. Они должны понять. Друзья, прежде всего, распознайте, что есть в вашем сердце, потому что вы сами себя лишаете радости, счастья и свободы. Горечь держит вас в тюрьме, портит ваш сад всякими корнями, которые появляются то тут, то там. Приведите вашу горечь ко кресту Иисуса. Покайтесь и поднимитесь, чтобы изменилась ваша жизнь. Иисус силен искоренить эту горечь из вашего сердца благодаря своему имени и своей силы. Он может освободить вас. Он хочет это сделать, но вы должны согласиться прийти ко кресту. Он это не хочет сделать за вас. Вы должны это сделать. Я должен это сделать, чтобы мой источник был полностью очищен. Иисус хочет оздоровить вашу жизнь. Он хочет дать вам мир, радость и свободу. Горечь — это настоящий яд. Апостол Павел говорит, чтобы всякая горечь исчезала среди нас. Вот Божье решение. В Исходе, 15 главе написано, что если останетесь в горече, будут последствия. Там описаны последствия. Я советую вам прочитать об этом самостоятельно. Наши решения всегда влекут за собой последствия. Оставьте свою горечь, отпустите ее. Оставьте все у ног Иисуса, у креста. Он уже понес на себе то, что вы не должны больше нести. Он пил из нечистого источника. Придите к чистому источнику. Его присутствие. И вы будете освобождены. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.